ну что добродетельная жена вот это очень важный вопрос который всегда либо озвучиваем этот вопрос либо мы сами себе внутри его задаем что же и кто же она такая и как на это смотрит бог и я вот что поняла что слово божье она и есть самый главный ответ это единственный ответ и когда я открываю 31 главу притч я смотрю на нее не как на свод правил и законов под которые я должна подстроиться а это то что открывает во мне то как бог во мне вложил эту уже в этот потенциал и в меня вложил саму добродетельную жену неважно сколько я уборок сделала в доме или еще что то но сама суть это то что бог видит во мне он в меня это вложил и так я и тогда вот в таком свете мы читаем 31 глава притч 10 стих кто найдет добродетельную жену цена ее выше жемчугов а теперь дорогие девочки посмотрите на себя что цена моя цена ваша она больше выше жемчугов это не просто я должна подстроиться и подтянуться под этот уровень выше жемчугов вы уже жемчужина которая настолько ценна в глазах бога и если ваш муж этого еще не заметил хотя он заметил он же женился на вас и а если те кто еще пока не вышли замуж что знаете что вы цены что ваша цена это выше жемчугов дальше и что интересно 11 стих уверенно в ней сердце мужа когда вы думаете что вас муж диктует вам или вы пытаетесь подстроиться под мужа знаете что муж ваш он уверен вас его сердце вас уверенно а если пока этого не произошло то самое время говорить эти слова и говорить сердце моего мужа уверенного мне и он будучи уверен во мне не останется без прибытка то есть доверяя мне он не останется без прибытка доверяя мне как жене которая всегда с ним рядом которая не боится его очтит уважает и любит его он не останется без прибытка и написано что она эта жена воздает ему добром они злом во все дни жизни своей интересно как можно воздавать добром они злом безусловно только потому что в тебе есть бог и потом только потому что ты знаешь что дух святой тебе поможет быть этой добродетельной женой этот дух именно дух святой поможет тебе простить именно дух святой поможет тебе поступить так как ты бы никогда бы в жизни может не подумала и не поступила и И ты в любой момент, без любого условия, ты воздаешь ему добром. И когда ты начинаешь прислушиваться к тихому голосу в своем сердце, не поступай так, не надо сейчас, не злись, не раздражайся, пойди просто сделай завтрак, или пойди сделай что-то интересное, приятное для мужа. И это будет строить отношения. Я восхищаюсь Словом Божьим. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok